МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предыдущий договор заключали 50 лет назад. По данным казахстанских СМИ, экс-глава Национальной палаты предпринимателей Атамикен Аблай Марзахметов задержан за взятку в 30 миллионов долларов. В антикории подтвердили задержание. Ранее Марзахметов уже был судим. В Казахстане могут запустить спутниковый интернет. Такое поручение давал сам президент Укаев. Но, как пояснили в Министерстве цифрового развития, этот интернет будет не дешевый. Намерен ли Казахстан пересматривать договор на аренду Байконура на более выгодные условия, ответили в Минцифры. В куларах заседания Сената журналисты поинтересовались у вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малика Олжабекова. Намерен ли Казахстан пересматривать договор аренды Байконура на более выгодных условиях, ведь предыдущий договор заключали 50 лет назад. Байконура – это первый советский космодром. Решение об его аренде было принято в далеком 1994-м, когда в тяжелой экономической ситуации Казахстан не имел возможности эксплуатировать космодром. В республиканский бюджет ежегодно поступает арендная плата всего лишь 115 миллионов долларов. Байконур – казахская земля, но фактически владеет этой землей Россия. И, как отмечают депутаты, соседи получают прибыль, а вред экологии достается Казахстанам. Люди на Байконуре используют российские рубли, а детям в школе говорят, что их президент Путин. Космический комплекс и одноименный город находятся под российской юрисдикцией. Участие населения – российское гражданство. Валюта, а также служба безопасности в городе – также российские. Сам комплекс переходит под охрану Нацгвардии России. И, как отмечают чиновники, они не намерены повышать арендную плату. Почему вы считаете этот договор, например, невыгодным? Дело в том, что сам по себе космодром представляет собой старты, унаследованные еще с советских времен. То есть сами стартовые комплексы, они созданы для конкретных ракет-носителей. Это означает то, что с них могут эксплуатироваться конкретные ракет-носители. То есть альтернативы какой-то использования других ракет-носителей с этих стартовых комплексов невозможны. Просто чисто технически. Поэтому сам по себе договор был заключен у нас еще в 1994 году. И несколько раз уже продлевался. В настоящее время продление до 2050 года. Для Москвы Байкомр – это прибыльный бизнес. До 2016 года Россия занимала первое место в мире по количеству коммерческих запусков. Россияне зарабатывают миллиарды долларов, а Казахстану достается испорченная экология, говорили сенаторы. Дело в том, что широко используемый ранее в качестве ракетного топлива гептил относился к первому классу опасности, то есть к самой опасной группе веществ. А беспокоенность граждан вызывал высокий уровень в регионе онкозаболеваний. После падения первого протона спектр высказываний разошелся от повысить аренду до выгнать Россию из Байконгра. Российская сторона в ответ заявила, что если нынешних арендаторов попросят с космодрома, то они уйдут на строящийся космодром Восточный, но и не оставят никаких технологий Казахстану. По оценкам местных политологов, космическая сфера требует не только денег, она требует опыта и кадров, чего у Казахстана нет. По данным казахстанских СМИ, экс-глава Национальной палаты предпринимателей Атамикен Аблай Мерзахметов задержан за взятку в 30 миллионов долларов. В антикоре подтвердили задержание. Ранее Мерзахметов уже был судим. Но после того, как попросил прощения у Назарбаева, его выпустили. Напомним, что Аблай Мерзахметов стал известен в Казахстане и за его пределами, благодаря тому, что был первым чиновником-коррупционером, Казахстана осужденным на тюремный срок, который попросил прощения у Ельбаса и вернулся снова на госслужбу. Отметим, что в 1998 году, по ноябрь 2021 года, Мерзахметов был президентом РГП Казахстана Темржола. Мерзахметов в 2002 году занял должность министра транспорта, но позже был отстранен, после того, как его заподозрили в коррупции. В 2003 году его приговорили всего лишь к пяти годам лишения свободы условно. Тогда все говорили, почему так мягко. Мерзахметов должен был внести еще штраф в размере 1,151 миллиарда тенге. Данных о том, что он фактически рассчитался с государством, нет. Также совершенно непонятно, почему при ущербе в 3,3 миллиарда тенге он должен был вернуть всего лишь миллиард. Но кого волнуют такие формальности, если сам Ельбаса его простил. И вот теперь снова экс-глава НПП Атамикен Аблай Мерзахметов задержан за взятку в 30 миллионов долларов. Антикоррупционной службой задержан экс-председатель НПП Атамикен Мерзахметов. Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере. Деньги предназначались якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности родственника бизнесмена. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Журналисты попытались узнать у вице-министра юстиции, сколько же светит Мерзахметову за взятку. Уважаемые журналисты, у нас правовое государство, Республика Казахстан. Лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в суде. Поэтому по всем таким фактам должны быть проведены соответствующие расследования, вынесено судебное решение. Какие-то комментарии сейчас с нашей стороны, я полагаю, неуместны. Также пресса спросила у спикера Ашимбаева, есть ли в Казахстане каста неприкасаемых. Я думаю, что наши антикоррупционные органы активизировали свою работу. Эта работа приобрела системный характер. И нет неприкасаемых, если совершено коррупционное преступление, как отмечает наш глава государства, независимо от должности, положения в обществе, родственных каких-то связей, такие граждане будут привлекаться к ответственности. Добавим, что издание Forbes относит облавия Морзахметова в пятидесятку самых влиятельных бизнесменов Казахстана в 2021 году. Согласно аннотации Forbes, Морзахметову принадлежит довольно скромный завод «Фараб» и тепличный «ТОО Гринхаус», то есть «Зеленый дом». Комбинат выпускает продукции из ваты, в частности палочки, чтобы ковыряться в ушах, и прокладки бюджетного класса. Другое предприятие Морзахметова – это тепличный комплекс в Текеле. Строил теплицы Морзахметов не сам. Финансирование осуществлялось по линии КАЗ «Агрофинанс», вложенными числится полтора миллиарда тенге. Проектная мощность комплекса – 1300 тонн помидоров и 1600 тонн огурцов. По данным изданиям Морзахметов, также совладелец ТОО «Алтындала Мининг», разрабатывающий Убинское и Ашалинское месторождение золота в Восточно-Казахстанской области. В Казахстане могут запустить спутниковый интернет. Такое поручение давал сам президент Укаев. Но, как пояснили в Министерстве цифрового развития, этот интернет будет недешевый. Независимые аналитики говорят, что эти интернет-услуги, которые предлагает компания Илона Маска, трудно контролировать. Поэтому эти услуги называют врагами стран с дефицитом свободы слова. Напомним, сам президент Укаев поручал обеспечить отдаленные села спутниковым интернетом SpaceX и OneWeb. Спрос на спутниковый широкополосный интернет в Казахстане большой. Ведь на большей части Казахстана недоступна даже обычная голосовая связь. Как признавался министр цифрового развития Мусин, во-первых, у нас нет жестких законодательных требований по качеству интернета. Во-вторых, 90% сетей телекоммуникаций основаны на радиолинейной линии и по воздушным каналам связи. Да, услуги компании Илона Маска очень удобны, но по цене выходит дорого. Я могу только на эту тему порассуждать с точки зрения стоимости. Так называемый, есть показатель Арпу, в среднем, по моим данным, в Казахстане он в районе 10-12 долларов. При этом стоимость у Старлинка, она всем известная, порядка 100 долларов. То есть фактически для уровня, скажем так, конечного потребителя, для физического лица, я думаю, это будет достаточно дорогостоящая услуга и она, ну, вряд ли будет, может быть, такой популярной. Но на уровне бизнес, корпоративных клиентов, возможно, да, там цены сопоставимые. OneWeb – это британская корпорация, которая реализует проект взаимосвязанной системы спутников, предназначенных для обеспечения широкополосного интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи. Если для проводного доступа нужно тянуть дорогой оптоволоконный кабель, то здесь необходимо лишь установить тарелку для приема сигнала. Надежность интернета из космоса высока. В случае выхода из строя одного спутника его подстрахуют другие. Важным недостатком такого типа связи является низкая по сравнению с проводным интернетом скорость и высокая задержка. А компания SpaceX заявила о том, что спутниковый интернет Илона Маска Starlink теперь доступен в 32 странах мира. Кстати, данные спутниковой системы считаются врагами стран с дефицитом свободы слова, поскольку возможности регулировать интернет и массово глушить частоты нет. Бауржанше Ахмед Ахмедер Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. Министерство по чрезвычайным ситуациям республики окажет помощь погибшему сотруднику. 8 мая при тушении пожара на склоне горы в Национальном природном парке погиб Арслан Курманбеков. Старшему пожарному было 28 лет. Однако объявленная ведомством помощь стала предметом обсуждения и осуждения. Все подробности в сюжете. Это произошло 8 мая, когда на территории Илья-Латаусского национального природного парка разгорался пожар. Тогда, по данным МЧС, были задействованы три вертолета, 62 человека личного состава, пять единиц техники ДЧС Алматы, а также 56 сотрудников национального парка. На место возгорания сбросили 102 тонны воды, и тут же была организована работа оперативного штаба. К сожалению, старший пожарный спасатель Арслан Курманбеков погиб при исполнении. И со времен обретения независимости – это первая гибель сотрудника на природном пожаре. Его коллега получил ушибы и был доставлен в больницу. Командир отделения специализированного отряда ГУ службы пожаротушения в районе спасательных работ, старший сержант гражданской защиты УХАСов Ерик Алмазбекулы. Непосредственно сразу была оказана первая необходимая помощь сотрудниками скорой помощи. Он был доставлен в государственную клиническую больницу. Там осмотрен, и была наложена повязка, и констатировано, что у него ушиб между вторым и третьим пальцем. Вся необходимая помощь семье погибшего будет оказана. А именно, единовременная компенсация в размере его 60-месячного денежного содержания за пять лет – это порядка 13 миллионов тенге. Также будет выплачена компенсация расходов на погребение в размере 600 тысяч тенге. И все расходы на погребение взял на себя департамент ПЧС Алматы. Вместе с тем, хотелось бы отметить, что в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан буквально вчера в адрес администрации президента было внесено наградной лист о награждении посмертно нашего сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей. На этом фоне неожиданно возник скандал, когда некие блогеры в Телеграме разместили информацию о том, что родные погибшего Курманбекова не получили ровным счетом ничего от ведомства. Якобы оскорбленные этим близкие, пожаловались всем. На деле тут оказалось, что процедура получения компенсации помощи семьям погибших не так проста, как кажется. Тут, как и в любом другом случае, похожим диктует закон. И это не говорит, в чью-то пользу так работает кодекс. Для того, чтобы получить 60-месячное денежное содержание, которое ранее я говорила только что в соответствии со статьей 66 закона правоохранительной службы, ей будет в настоящее время необходимо вступить в права наследования, то есть по истечению полугода. И после этого ей будет предоставлено право выплаты и получения вот этой вот компенсации. Как рассказали нам в прислужбе ДЧС, Арслан был единственным кормильцем в семье без отца. В августе 28-летний спасатель собирался жениться, у него остались мама и младший брат. На службе он характеризовался как профессионал и грамотный сотрудник. К слову, сержант Курманбеков будет награжден посмертно. И выдвинули ходатайство о выделении жилья для его семьи. А вот что касается пожара, то его тушение осложняли рельеф, сильный ветер и высокая трава. В департаменте напомнили о мерах к нарушителям. Согласно лесного кодекса и административного, запрещается разведение костров в неустановленных местах. На это есть административное наказание в виде штрафа до 100 месячных расчетных показателей. Уже буквально мы рейды начали проводить со 2 мая этого года. И уже сотрудниками государственного природного парка были установлены факты разжигания костров в неустановленном месте. И был привлечен даже человек в размере 100 месячных расчетных показателей. И пока готовился этот сюжет, произошел новый пожар. На этот раз в столичном жилом районе клубы Черного Дема разносились с территории строящегося нового комплекса. Тут жертв нет, но МЧС еще раз напоминает, насколько опасны пожары. И о том, как важна профилактика и поведение самих людей. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42. Двухлетний ребенок скончался после падения в выгребную яму уличного туалета. Трагедия произошла в городе Шалкар, Октюбинской области. В уборную малыш пошел вслед за шестилетним братом. Пока дети там находились, сильным порывом ветра захлопнулась дверь туалета и задела младшего, который провалился в выгребную яму. Оттуда его достали взрослые. В момент трагедии родителей рядом не было. Мать со старшим ребенком находились в больнице, отец на работе. Но в доме были другие родственники. В полиции начато досудебное расследование по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей». В санной авиации ребенка доставили в областной центр, но спасти его не удалось. Он умер от пневмонии и отека головного мозга. В шалкарскую ЦРБ доставлен ребенок с предварительным диагнозом аспирации каловыми массами, аспирационная пневмония, гипоксическая и шимическая энцефалопатия и КОМО-2. Ребенок был доставлен в ЦИАМИД в тяжелом состоянии, КОМО-2, так же на ИВЛ. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, ребенок умер. Социальный хлеб подорожал сразу на 10 тенге в Итерау. Если раньше буханка белого хлеба первого сорта стоила 81 тенге, то сейчас ценник подняли до 91 тенге. Что стало причиной резкого подорожания самого важного продукта, узнавал наш корреспондент. Причины подорожания социального хлеба связаны с повышением цен на сырье, используемое в производстве. Сначала мукомольное предприятие подняло цену на муку первого сорта со 155 тенге до 165 тенге за килограмм. Затем поставщик муки поднял стоимость муки со 145 тенге до 155 тенге за килограмм. В результате пекарни подняли цены на свой хлеб, так как выросла стоимость муки первого сорта, электроэнергия, коммунальные услуги, ГСМ и зарплаты работников. Жители возмущены тем, что стоимость продуктов питания меняется каждый день. Десять тенге разница. Все дорожает. Раньше хоть цена на хлеб стояла на одном месте. Все везде дорожает. Так что, как говорится, значит, так, как говорится, Богу угодно. Ничего, проживем и без этого. И с этой надбавкой. Например, у нас большая семья. Мы покупаем 2-3 булки хлеба. И это уже ощутимо. Думаю, многодетным семьям будет вообще нелегко. Несмотря на подорожание, стоимость хлеба из стаффонда ниже средней цены в других магазинах. Разница доходит до 30 тенге за буханку. Отметим, что сейчас в области нет дефицита муки. В стабилизационном фонде хранится 883 тонны зерна. Кроме имеющегося поставщика, который в целом охватывает регион, ежегодно дополнительно 2000 тонн зерна доставляется из Западно-Казахстанской области. Для поддержания стабильных цен мы контролируем получение социально значимого товара напрямую от производителей через трейд-маркет. Цены на продукты в Казахстане остаются нестабильными. В некоторых регионах продовольствие дорожает, а в некоторых, наоборот, дешевее. Причем касается это не только социально значимых продуктов. Айдана Каримова, Айбек Байзаков, Аслабек Абекенов, телеканал ДТК-42, Атрау. В Менгастауск области остро ощущается дефицит питьевой воды, особенно в последние годы. Регион ежегодно сталкивается с аномальной жарой, при этом растет и население. Мощностей двух производств, опресняющих морскую воду, не хватает, поэтому для решения проблемы специалисты разработали ряд инициатив. Когда проекты по обеспечению жителей региона питьевой водой будут реализованы и сколько средств потребуется на эти цели, расскажет наш корреспондент. Географически сложилось, что в Менгастауском регионе мало природных источников пресной воды. О необходимости строительства опреснительных установок в области говорят давно. В настоящее время дефицит питьевой воды в Менгастау достиг 77 тысяч кубометров в сутки. Известный в области опреснительный завод «Каспий» пока способен производить 25 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. В прошлом году было заключено соглашение с российской компанией об удвоении мощности предприятия. Однако работа была отложена. Один проект реализуется в Тубкараганском районе. В селе Акшукур строят завод по опреснению 20 тысяч кубометров воды в сутки. А на предприятии «МАЭК» установят новое оборудование мощностью 24 тысячи кубометров воды в сутки. Масштабные проекты по обеспечению жителей региона питьевой водой планируют реализовать уже через два года. Местные власти будут не только строить новые объекты, но и увеличивать мощности действующих производств. На эти цели потребуется больше 236 миллиардов тенге. Мощность опреснительного завода «Каспий» составляет 25 тысяч кубометров. Подготовлен проект к его увеличению до 40 тысяч. В настоящее время ведутся строительные работы. До конца 2025 года поэтапно мощность завода доведем до 100 тысяч кубометров. В настоящее время Вахтау начаты работы по модернизации подземных сетей. Это, в свою очередь, способствует получению населением качественной питьевой воды. А к концу 2025 года вопрос питьевой воды в регионе будет решен кардинально, уверяют местные власти. Отметим, на днях Вахтау в результате аварии на манистральном трубопроводе более 15 микрорайонов города остались без питьевой воды почти на сутки. Неприятный запах, тараканы и горы мусора. С такими неудобствами приходится мириться вот уже 10 лет жителям Уральска из-за соседа, устроившего настоящую свалку в своей квартире. Говорят, он страдает так называемым синдромом Плюшкина. Жильцы дома рассказывают, что их дом стал буквально рассадником блох, насекомых и различных инфекций, которые могут нанести вред здоровью. К нам в редакцию обратили жители общежития, которые находятся по адресу Ружейникова, 9. Вот уже больше 10 лет им приходится мириться с не очень чистоплотным соседом, который страдает синдромом Плюшкина. Мы попытались зайти в его комнату, но нам это так и не удалось. Эти кадры прислали в нашу редакцию житель дома, расположен на улице Ружейникова. Видео снято в сентябре прошлого года. Тогда жильцам пришлось самим вычищать гору мусора. По их словам, виновник чудовищного беспорядка – их сосед, который приносит домой все, что видит. Не заходя в его комнату, уже из окна видно, что она переполнена хламом. К сожалению или к счастью, камера не передает запаха, который пришлось почувствовать нам, зайдя в помещение. Он ходит по общей кухне в ночное время, собирает мусор, матерится. Мы понимаем, что он больной человек и у него есть желтая карточка, но он ведет себя агрессивно, приводит сюда различных людей. Однажды он вообще ходил с ножом в руках. Мы боимся за своих детей. Мы проводим здесь дезинфекцию за свой счет, но бесполезно. Тараканы заводятся снова. Из-за одного человека страдает весь дом, ведь жить и дышать здесь невозможно. Просим представителей местной власти помочь нам в решении данной проблемы. Синдром Плюшкина – это психическое расстройство, из-за которого человек собирает у себя дома ненужные вещи и хлам. Он находит их в мусорных контейнерах, на свалках или просто где-то на улице. При этом сам никогда ничего не выбрасывает. Ему психологически сложно это сделать. Среди всего этого мусора человек чувствует себя безопасно. Как оказалось, входная дверь комнаты была не заперта на замок, а вот самого хозяина нам не удалось застать. По словам местных жильцов, в теплое время года он редко бывает дома и приходит сюда лишь изредка, чтобы пополнить свою коллекцию. Нашей съемочной группе совместно с сотрудниками полиции удалось приоткрыть входную дверь, но не войти, так как на пороге уже образовалась стена из мусора. По словам врачей, таких больных нельзя принудительно помещать в больницу. Это возможно только по самообращению или родственников пациента. Осмотр пациента идет только по самообращению и обращению родственников. В данном случае, если обращаются соседи, то здесь меры никакие приниматься не будут. Потому что здесь должно быть все согласно кодекса о здоровье народа и системы здравоохранения. Это четко должны понимать окружающие, что просто сосед не может написать на соседа или обратиться в психбольницу, что он считает, что у него психическое заболевание. В любом случае, это стоит прерогатива самого гражданина. Что ж, барин господин Клюшкин, у себя что ли? Здесь, здесь хозяин. Где же? Ты что, батюшка, слепо вы что ли? Эх, да здесь хозяин-то я! Дана Киримбаева, Айбула Джигапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. В Западно-Казахстанской области сменился начальник департамента полиции. Им стал 48-летний Арман Оразалиев. Ранее он занимал должность заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД. В свою очередь, теперь уже бывший начальник департамента полиции Западно-Казахстанской области Максудхан Аблазимов, занимавший этот пост в течение 7 лет, будет переведен в другую область. Новый начальник актива региона приставил глава области на ремонтуре галиев. Максудхан Аблазимов, в свою очередь, поблагодарил коллег за совместную работу. Я рад, что все 7 лет работал с профессионалами своего дела. За это время было много разного рода событий, и приятных, и не совсем. Все это мы преодолели вместе. Я желаю своему коллеге, заступающему на эту должность, успехов в работе. Около 2000 человек получают пособие по потере работы в Уральске. Об этом сообщают в городском центре занятости населения. С начала текущего года официально безработными были признаны 3895 человек. Лишь часть из них была трудоустроена. Наши корреспонденты продолжат тему. С начала текущего года в центр занятости населения Уральска за помощью в трудоустройстве обратилось свыше 5000 человек. Около 4000 из них были официально признаны безработными. Как отмечают специалисты, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, безработных стало больше. В среднем на 300 человек. Сотрудники центра занятости заявляют, что список безработных в этом году в первую очередь пополнили специалисты сферы нефти и газа. В основном в качестве безработных для получения пособий по потере работы у нас встают на учет работники нефтегазовой структуры, которая попадает под сокращение. И также у нас на постановку на учет в качестве безработного приходят люди, которые не могут оплатить себе медицинскую страховку для лечения. Порядка 2000 человек в этом году обратились в Центр занятости за назначением адресной социальной помощи. 825 АСП была назначена. Детям в возрасте от 1 и включительно 6 лет в этом году за место социального пакета, который выдавался в прошлых годах, в предыдущих годах, выдается дополнительная плата в размере 1,5 МРП. Сегодня в городе не хватает медсестер, делопроизводителей, бухгалтеров и воспитателей. Хотела на работу воспитательницы. Я не первый раз здесь уже. Я до этого работала в бирже. Они меня 6 месяцев туда отправляли. На постоянную работу тоже отправляли. Но по специальности, может, найдут мне работу. Надеюсь. Стоит отметить, что все больше людей сегодня желает трудоустроиться удаленно, либо ищут работу с частичной занятостью. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особия Кобякинов, ТДК-42. Уникальная династия часовщиков живет и трудится в Актубе. Еще в советские годы глава семейства Акчуринах, заведовавший специализированным цехом, посвятил своего сына школьников тайны часового дела. Сейчас их общий семейный стаж составляет более 70 лет. Лайла Уесова побывала в мастерской. Профессия часовщика стала в наше время редкостью. В Актубе нет ни одного учебного заведения, где можно обучиться этому ремеслу. А мастерские можно пересчитать по пальцам. Те, кто в них трудятся, передают накопленный годами опыт по наследству. Дело своего отца продолжает Исхак Акчурин. Еще со школьной скамьи он стал проявлять интерес к различным часовым механизмам. И сейчас, наверное, нет таких часов, которые он не смог бы починить. Я сам начал работать где-то с 7 класса. Отец меня начал с собой брать. И я уже со школы работал здесь. Но в основном приходят с батарейками, с ремешками. И такой уже ремонт, это поменьше, чтобы ремонтировать всякие. Настенные старые часы восстанавливают и наручные, механические. Одно время, вот после 90-х годов, 2000-х, китайские шли. Сейчас уже больше хороших часов стало. Будем обучать своих детей. Растут. На рабочем столе все подчинено особому порядку. Исхак и его мама трудятся бок о бок. Они не просто увлечены, они преданы своему делу. И возвращают к жизни, казалось бы, безнадежно сломанные часовые механизмы. Розалия Мансуровна – повар-кондитер в прошлом. Обучился этому ремеслу, помогая мужу. После его смерти семейное дело стало единственным источником дохода. Двоих надо было воспитать, вот так вырастить, достались. Он в восьмом классе, дочка в седьмом классе осталась. Вот так вот и в основном этим и живем. Сейчас я в основном занимаюсь советскими часами. Советские, российские, механические. А сын получит который часы. Кроме Исхака, ремесло отца переняли и трое его братьев. Работа часовщика тонкая и почти ювелирная. Поэтому главное в этом деле терпение. Ошибка здесь непростительная, говорит мастер. Ведь недаром, говорят, точны как часы. Сейчас часы не только модный аксессуар, но и важный элемент имиджа. Хороший экземпляр может прослужить хозяину как год, так и столетие. Главное – беречь часы от воды и сильных ударов. Потому что испорченный механизм восстановить практически невозможно. Лейла Осова, Жумар Тадайбергенов, телеканал ТДК-42, ОКТОБЕ. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...